МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Водитель отечественного автомобиля совершил обгон впереди движущегося транспортного средства, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения в конце подъема. В отношении нарушителя дорожным полицейским составлен ряд административных материалов. Это управление автомобилем без водительского удостоверения, без страхового полиса, выезд на полосу встречного движения, а также за невключенный поворотник. Общая сумма штрафа может превысить 20 тысяч рублей. Алексей Навальный пришел в себя и даже вспомнил события до отравления. По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90%. Медики считают, что я должен был убить блогера, однако Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту. Охрана Навального была усилена, однако врачи разрешили допускать к нему посетителей. Раньше его могли навещать только сами врачи и жена. Напомню, немецкие власти считают, что Навального отравили запрещенным веществом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основе обследований. Сообщалось, что его обнаружили после таксиологического теста в специальной лаборатории. За последние сутки в Красноярском крае заболели коронавирусом еще 102 человека, из них 31 – житель Красноярска. Всего за время пандемии коронавирус выявлено 17 936 человек, из них 14 107 вылечились. За последние сутки из больниц выписалось 83 пациента, а всего в нашем крае от коронавируса умерло 516 человек и 3 за последние 24 часа. Браконьеры убили четырех косуль в партизанском районе. Правоохранителями установлено, что водитель автомобиля и его знакомые в ночное время выехали в лесной массив, расположенный около деревни Иннокентьевка партизанского района. Мужчины с помощью фары освещали лесной массив, проводили выстрелы с помощью животных, в результате чего было убито 4 косули. После этого подозреваемые на месте разделали туша, мясо сложили в мешки и погрузили в автомобиль. В ходе объяснения обстоятельств установлено, что у мужчин не было соответствующей лицензии на охоту. В Красноярске построят новый регбийный комплекс, он появится на стадионе Красный Яр. В новом четырехэтажном комплексе площадью более 3,5 тысяч квадратных метров будет расположен тренажерный зал, гостиничный комплекс для приезжающих команд, учебные классы для теоретической подготовки, помещение для третьего тайма, магазин клубной атрибутики. Общая стоимость строительства нового спортивного сооружения около 180 миллионов рублей. Его оплатит генеральный партнер регбийного клуба Красный Яр компания «Полюс». Новогодняя елка с театральной площади переезжает в советский район, а именно в сквер космонавтов. Об этом накануне объявили в мэрии. А вот елки из сквера космонавтов переедут в новые общественные пространства. Впервые деревья установлены на проспекте Молодежной, в Солнечном, а также в сквере Каменный городок Нащерса. В ближайшее время чиновники начнут поиск подрядчиков для установок елок. Монтаж должен быть завершен к 20 декабря, сообщили в городской администрации. Красноярский энергосбыт напомнил жителям города о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, но сделал он это весьма необычным способом. Осторожно, агрессивный маркетинг, давление на головной мозг не ограничено. Красноярский энергосбыт тебя ждет, королевский прием! Внутри тебя встретит добродушный охранник, а атмосфера дружелюбия и теплоты обволакивает и поглощает. Одного парня заколдовала злая ведьма. Так что он мог говорить только по одному слову в год. Он терпел пять лет, накопил пять слов и сказал... А можно мне квитанцию за свет? Конечно нет! Не время распускать нюни! Будь мужиком и пользуйся личным кабинетом! Что там тебе надо? Квитанцию? Показания? Оплатить? И о погоде завтра 11 сентября в пятницу. Синоптики обещают облачную погоду днем плюс 15, ночью всего плюс 6. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова